График погашения задолженности по заработной плате перед рабочими был подписан 4 июля на Вологодском машиностроительном заводе руководством предприятия и председателем правкома. Сумма задолженности составляет 18,5 миллионов рублей. Ситуация на предприятии на контроле городских властей. Подробности расскажет Александра Шер. Ситуация с задолженностью сложилась из-за экономического кризиса в 2009 году. Постепенно ситуация на машиностроительном заводе начала выправляться. На данный момент погашены долги по зарплате за ноябрь и декабрь 2012 года. 4 июля глава города Евгений Шулепов приехал на предприятие, чтобы оценить ситуацию. Что у вас зарплата сейчас творится? Зарплата? Ну, у меня небольшая продолжность по марту осталась. И нынешняя. Майскую когда полностью закроете? Сегодня и завтра. Сейчас заводчане настроены оптимистично. Токарь-универсал цеха номер 3 Николай Платонов работает здесь больше 10 лет. Признается, что еще несколько месяцев назад думал о смене работы и все же решил остаться. По сравнению с перед Новым годом были свои трудности. С Нового года контракт появился. Более-менее спокойно. Токарь уверен, что если задержек заработной платы не будет, на предприятие вернутся многие, кто ушел с завода в сложные времена. Численность коллектива за последние 4 года сократилась почти вдвое. И все же основная часть рабочих на заводе осталась. Чтобы справиться с накопившимися проблемами, на заводе запускаются новые экспериментальные линии. На таком участке работает Анатолий Выжилов, сварщик 4-го разряда. В новой бригаде, которая на этом участке сформировалась лишь в ноябре прошлого года, 6 человек. Потихоньку пополняем штат, стараемся набирать тебе сотрудников. Вот я подбираю молодых людей. Работать с нержавейкой в основном очень нравится. Работа не грязная, ничего нет. А как зарплата? Ну, зарплата в плане заработка устраивает. То есть, хотелось бы, чтобы своевременно выплачивали. Для решения этой задачи руководство предприятия совместно с профсоюзом разработало график погашения задолженности по заработной плате. Сейчас предстоит погасить долги за январь, февраль и март этого года. На сегодняшний день, с учетом зарплаты мая, долги по заработной плате составляют порядка 18,5 миллионов рублей. Из них, по людям, которые уже уволились с завода, долги составляют около 6 миллионов рублей. По этому графику мы полностью гасим долги по заработной плате перед работающими на заводе до сентября месяца включительно. Текущая заработная плата будет выплачиваться в полном объеме и плюсом еще будут выплачиваться долги по предыдущим срокам. Городские власти заинтересованы в выравнивании ситуации на предприятии. В годы кризиса в тяжелом положении оказались многие предприятия города. С каждым из них городские власти работали в индивидуальном режиме. Ведь промышленные предприятия – это рабочие места, заработная плата, налоги в бюджет. Поэтому и ситуации на машиностроительном заводе – пристальное внимание. Я знаю, что оно всегда было конкурентоспособным и по технологическим переделам, и по условиям работы, и по заработной плате. Ну, понятно, что ситуация меняется. Мы находимся сегодня в непростой экономической и финансовой ситуации. Объем промышленного производства у нас все-таки растет. От года в год после 2008 года, после провала того экономического кризиса, который случился у нас осенью 2008 года. И за последние два года объем производимых товаров у нас вырос на 28%. До конца года предприятия планируют полностью рассчитаться с долгами по отпускным, пособиям и с теми, кто уже не работает на заводе. Выполнение этой задачи, закрепленной подписанным соглашением, будет находиться на контроле у городских властей. Александр Шер, Антон Лукьянов, Волок да Портал.